Благодарен и признателен Господу за то, что вижу родные, дорогие моему сердцу лица, и можно видеть, что мы еще все находимся в Доме Божьем. Хочется предложить местописание, которое будет записано в Евангелие от Луки, 16 глава, 19 стиха. У кого Библии нет, смотрите по стенам, где невидимая рука, как во времена Даниила, будет писать нам то, что мы будем читать. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпе, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали с трупа его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазопеев сказал, отче Аврааме, умело сердись надо мною, и пошли, Лазаре, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал, сын, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазаре – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучениям. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Все слова, которые произносил Иисус на земле, имели свое значение – откровение, поучение, наставление, и полны были истины. То, что мы прочитали, сказал Иисус, и этим открыл глаза людям на истину, ту действительность, которая находится за завесой смерти. Он сказал о вечности, о двух мирах, в которых проведут люди не сто миллионов лет, но всю вечность. То, что сказал Иисус, достигло ли оно тогда тех людей, которые слушали, и достигает ли оно нас сегодня? Достаточно ли у нас сегодня разума, понимания и желания, чтобы понять, почему один идет на лоно Авраамова, другой идет в ад? Наверное, каждый христианин или каждый верующий слышал в своей жизни вопрос, где ты будешь вечность проводить? Такие вопросы были заданы, и каждый отвечает по-разному, но большинство из всех ответов состоит в том, что мы говорим, а Бог его знает. «Если буду готов, если успею покаяться, если Господь найдет меня достойным, то возьмет меня в Царство Небесное». Скажу вам, что такой ответ – это неправильный ответ. Мы с вами должны точно знать, куда мы с вами идем, или что-то у нас не совсем в порядке. Апостол Павел, да и все остальные апостолы, они очень определенно знали, куда они идут, и что дальше после этого. Апостол Павел говорит, «Я веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды, который даст Господь мне и всем возлюбившим явление Его». Когда нас спрашивают здесь, в земной жизни, куда мы идем, то мы отвечаем, мы идем на работу, мы идем на рыбалку, на какой-то определенный вид отдыха, или говорим, что идем в определенный магазин за продуктами, за покупками. Наверное, вряд ли вы встречали человека, которого, когда спрашиваете, куда он идет, он отвечает, «А я сам не знаю, куда». Вот иду, куда приведет, туда и приведет. Это получается у нас вот так, когда нас спрашивают, где мы будем вечность с вами проводить. Поэтому Христос и оставил нам вот эту картину будущности, чтобы тщательно нам ее изучить, сделать выбор и не ошибиться, как и тот богач. Кстати, потому почему-то те, кто живет и делает на земле злое, те, которые, прямо, как говорится, стремятся в ад, для них нет вот таких сюрпризов, что жил и делал все плохое и вдруг оказался в раю. Но почему-то такие печальные сюрпризы получаются именно с христианами. Мы стремимся в рай, а Писание показывает, что многие идут в ад. И Христос в те годы, когда был на земле, говорил об этих сюрпризах и говорил нам о том, для того, чтобы мы их избежали. Вспомните 7 главу Матвея, где он говорит о том, что придут и будут стучать в его двери. Когда он делит овец и козлов и многие другие примеры. Вот Христос говорит о девах, мудрых и неразумных. И говорит о том, что пятеро из них были неразумные, потому что и у них не было достаточно масла. Посмотрите, у них было все правильно. Они избрали правильного Бога и избрали правильного жениха Иисуса Христа. Они находились в правильном месте, там, где ворота откроются, и они должны были войти в Царство Небесное. Они были в правильном состоянии, они ожидали и услышали голос «Вот жених идет». У них хватило достаточно радуза и мудрости, чтобы дружить с теми пяти мудрыми девами. Они не водились с кем попало в этом мире. У них было правильно то, что они имели светильники. Беда, что не было достаточно масла. Они не вошли, и они навеки ошиблись и погибли. Мы, христиане сегодняшнего дня, мы часто рассуждаем о том, что такое светильник, что такое масло, и мы тоже колеблемся и не знаем ответа на это. Тогда где же мы будем вечность проводить? Перед тем, как нам пойти немножко дальше по этому тексту, мне хотелось бы, чтобы мы развеяли иллюзии некоторых веросповеданий. Наверное, все вы встречали в своей жизни с таким пониманием, что если человек умер, и если пойти поговорить со священником, и достаточно ему заплатить, то на протяжении сорока дней моления можно вымолить того, который находится в частилище, и Бог переведет его в Царство Небесное. Вот в нашем тексте, который Христос нам открыл, который говорил всегда истину, есть ли что-нибудь подобное такому? Такого нету. Давайте вспомним, может быть, кто-то другой из апостолов или из пророков что-то такое написал в Писании. Такого нету. Поэтому продолжайте верить тому, что вам говорят о частилище, продолжайте нести деньги определенным священникам определенных религий и дополняйте те 350 тонн чистейшего золота, которые находятся в Ватикане. Есть другая категория людей, которые называются свидетелями Бога, и они говорят о том, что ада нет. Вот это место, которое явно говорит про ад, и говорит его не кто-нибудь, а Христос, который создал Вселенную и знает абсолютно каждую мелочь во Вселенной, потому что он хозяин этого, он говорит про ад. На это место они говорят, тут надо понимать духовно, тут не говорится явно про ад. Тут это говорится про Шоол, это место, где просто находятся мертвые. Они говорят, умер и все, как атеисты. 144 тысячи только идут в Царство Небесное и будут со Христом, а остальные все нет. Они добавляют и говорят, как это так, ваш любящий Бог, за то, что человек 70 лет грешил, потом будет Бог, ваш любящий, будет мучить его всю вечность? Не за 70 лет грехов, а за то, что 70 лет вот этот человек грешник не хотел принять спасение, которое Бог дал через самое драгоценное, что было во Вселенной, через своего Сына Иисуса Христа. И Писание говорит, что кто поверит этому и примет, спасен будет, а кто не поверит, осужден будет. Вот почему они будут осуждены. «Христос никогда не солгал, и лести не было в устах его». Говоря о богаче, которого даже имя Писание не хочет нам сказать, вот оно говорит о Баде, куда этот человек идет. Это место имеет географическое расположение во Вселенной. Это место будет находиться во времени всю вечность. И всякий из людей, кто сомневается или не уверен, что отъесть, у него есть все шансы проверить, убедиться в этом, чтобы рассеялись его сомнения. Есть другие сторонники, которые говорят, что всех после того, после смерти, Бог приведет в рай и ссылаются на место, которое написано у Римлянам, где сказано, что «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все воскреснут. Как в Адаме все согрешили, так во Христе Бог всех оправдает». И таким образом они нам предлагают вот такой вариант, что все и преступники, и святые будут находиться в одном месте, в Царстве Небесном. Хочу напомнить, что Бог является Богом, который очень уважает права всех людей, и своих святых, и преступников. И если преступник избрал ад и то место, где нет Бога, то Бог уважает вот это его желание и приведет его в желаемое место. А как же тогда Богу соблюдать вот именно права тех христиан, тех святых, мучеников, которые на протяжении всей жизни своей стремились к святости, к чистоте, которые жизнь свою положили за Господа, страдая именно от рук этих преступников, как тогда всех их вместе поместить в одно место? Тогда просто Царство Небесное превратится в что-то похуже, чем сегодня наша Вселенная. То, что хочет сегодня Христос сказать о богаче и Лазаре, должно войти в мое сердце и в твое сердце. Двумя стихами выше Христос говорит, что ни одна йота из Писания, из того, что написано, не пройдет. Весь закон будет исполнен. Христос сделал для нашего спасения все. Значит, осталось что-то одно. С моей стороны должно что-то исполниться. В другом месте Писание говорит о том, что вот Христос будет отделять козлов от овец. На протяжении жизни они совершали совершенно разные действия. Христос говорит о людях, которые, жертвуя своим временем, своими финансами, кого-то одевали, кого-то посещали, кормили, поили, делали все для того, чтобы как-то облегчить страдания этих людей на земле. И Христос говорит, когда вы делали это, вы делали мне. А они удивленно спрашивают, как, Господи, мы даже не знали, что это делаем тебе? То есть отношение этих людей было настолько близко к тому состоянию, когда жил Христос на земле. Когда Он показывал пример сострадания и жалости к каждому человеку, когда не оставил ни одного, который ушел бы без исцеления или без какой-то помощи. А другие этого не делали. И они тоже удивленно говорят, а мы не знали, Господи, что это было бы для тебя. То есть в жизни своей мы встречаемся, вот как этот богач, вот с такими моментами, когда кто-то очень нуждается в моей и твоей помощи. И как мы смотрим на то, что написано в Писании, Господь с небес смотрит, на все это вздирает, и ожидает от нас каких-то действий. Действий, которые приведут нас совершенно в разные местоположения. В нашем тексте Христос говорит о богаче, что Он пиршествовал блистательно, что Он одевался в порфиру и в весон, что было очень дорого в то время. Говорят, что оно оценивалось по весу золота. Вот сколько весит весон вот эта порфира, столько же нужно было отвесить золото. Но что хочет Христос сказать, что богатство – это грех, и именно богаче из-за того, что богатый не попал в ад? То есть попал в ад? Нет. В Ветхом Завете мы знаем, что Авраам был богатым, Иов, Соломон, Давид и другие. Но в нашем примере есть нечто, что должно привлечь наше внимание. Вот один из них пиршествует блистательно, а другой нищий. Сказано, что настолько больной, настолько одинокий и страдающий, что хуже не придумаешь. Когда Христос был на земле, Он был очень и очень нищий. Но Ему богатые женщины служили своим именем, говорит Писание. И Христос за это их не осуждал. Он уважил того сотника, который построил в Израиле синагогу за свои средства. И Христос в благодарность за это отвечает тем, кто упрашивает Его и исцеляет Его слугу. Христос делится своим царством с теми, о которых мы уже слышали, которые оказывали помощь своим ближним, которые поделились всем своим имением, когда нужно было временем, и Христос говорит, вы сделали это для одного из меньших моих, поэтому я даю вам свое царство. Почему богач попадает в ад? Первый, самый простой ответ – это потому, что он ничего не имел общего с Иисусом Христом. Это просто и точный ответ. Они несовместимы. У ворот богатого нищий, которому не позавидуешь, которому псы приходят и оказывают ему какую-то милость. Христос сказал о самарянине, который оказал милость того, которого избили разводники. И он показывает, что жалости и сострадания не было у священника и левита, а тот человек имел вот это. когда Христос был на земле, то Он всем оказывал Свою милость. И сегодня, когда мы, церковь, оставлены на земле, то мы должны понять, что мы являемся Христа невидимой руки. Как мы уже упомянули о тех, которые совершали какие-то определенные добрые дела для других, Христос хочет, чтобы мы совершали это сегодня для тех, кто вокруг нас. Мы видим, что богач не оказал нищему ничего. Христос показывает нам их рядом не зря, а для того, чтобы мы поняли, что в жизни нашей на земле вокруг нас всегда есть нищие, как Христос и сказал, нищих вы всегда будете иметь с собой. Кто нас нуждается? Тот, который в чем-то нуждается? Какая моя реакция, когда я встречаюсь с таким в своей жизни? Богач был занят очень сильно собой. Как бы поступил Христос, если бы, допустим, был бы вот этот нищий у Христа на пути? Мы постоянно знаем, что когда Христос где-то проходил, его окружали толпы, тысячи больных, и ни одному он не отказал, ни одного оставил, чтобы ушел ни с чем. Христос сам идет в город Самарийский, там нужно было пройти хорошее расстояние, только для того, чтобы встретиться с одной женщиной. Христос идет в купальню в Вефезда для того, чтобы там, где 38 лет лежал расслабленный и которому бы уже никто не помог, если бы не Христос, он идет туда. Что Христос показывает всем этим? Что где бы кто бы ни находился, когда мы о чем-то слышим, мы должны привести себя, как говорят, в боевое действие, мы должны пойти и сделать что-то для них. Вот мы с вами очень часто слышим это из кафедры и в молитвах. Господи, дай мне, чтобы у меня были те же чувствования, что и в Тебе, те, что и во Христе. И это правильная молитва. Это необходимая молитва. Это есть воля Божия. В Римлянам 8 главе в 28 стихом сказано так. «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил». И на этом здесь многие останавливаются и начинают свою теорию. Вот видите, Бог предопределил кого-то к спасению, а кого-то не предопределил. Цитируем дальше этот текст. «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот о чем говорит этот текст. Что Бог нас предузнал для того, чтобы мы были подобны образу Его. И мы с вами имеем те же чувствования, что во Христе Иисусе, только мы их не применяем. Во Христе была любовь к ближнему, во Христе было сострадание, сожаление и милосердие к людям. Разве в ком-то из нас этого нет? Нам только осталось применять это в своей жизни. Каждому из нас Он дал вот это. Вот здесь богач и один нищий. Я понимаю, может быть, этому богатому было бы очень тяжело, если бы там находилось целое селение вот этих нищих, если бы там находилась страна Кения или Сирия. Но один нищий, помоги ему. Сколько требовалось тому нищему? Он хотел, чтобы крошки, падающие со стола, напитаться хотел ими. Он не требовал себе какой-то дом, виллу на берегу Испании или Мексики. Но богач был занят самим собой поиском развлечений, которые происходил и исходил от его роскоши. И вот, находясь в аду, в пламени, в страданиях, он, сказано, возводит очи свои. если бы он возводил очи свои, когда он был бы при жизни и видел бы того, который был у его ворот, тогда он бы не был там, где мы видим, что он находится. Он возвел очи свои, увидел и просит отче Авраами, пошли Лазаря омочить перстень, как будто это ему бы помогло. Он никогда не видел Лазаря, он никогда не просил его ни о какой милости. И здесь он говорит, пошли его, чтобы он омочил перст свой. Иисус Христос сказал, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Время, когда тот мог это сделать, это время вышло. Сколько неправедное богатство, это означает то, чем мы с вами пользуемся. Мы все с вами пришли в мир, как говорят, нищими, и такими нищими уйдем. И все то, чем мы пользуемся, это благословение изобилия, это пиршество Божие, которое даровал мне и каждому из вас. И тогда у нас возникает вопрос, так что получается, что мы свое спасение будем зарабатывать своим богатством? Не об этом здесь речь идет. Спасение Христос заработал для тебя и меня своим страданием, а не моим старанием. Но в ответ на Христа страдания и его для меня спасение, Он хочет, чтобы я ответил на это милостью, состраданием, любовью и жертвенностью к теми его собратьям, которые лишены чего-то. Иногда, размышляя об этом, я понимаю, что здесь заложена такая же истина, как та, которая когда-то спросили ученики Христа и спросили Господи, вот этот слепорожденный, почему слепорожденный? Кто согрешил, он или родители? А Христос говорит, не он, не согрешил ни родители его, а это для славы Божьей. И мы думаем, ну как это, так для славы Божьей? И у нас бывают дети, которые рождаются точно с какими-то дефектами, проблемами, и если нам скажут, что это для славы Божьей, то мы с вами не согласимся. Когда Христос исцелил этого слепорожденного, то сказано, что он восхвалял Господа, его родители хвалили Господа, ученики и все, которые присутствовали там. Но вот когда вот такое вот случается, вот скажем, он был слепорожденный для славы Божьей, когда мы с вами по отношению к нищему мы находимся и пиршествуем блистательно, как вот этот человек, приносим ли мы славу Божию за то, что не я тот нищий, не мне нужны крошки те, которых у меня в изобилии. хотелось бы, чтобы Господь показал нам, что мы здесь для славы Божьей. Писание говорит, что когда вы совершаете какие-то добрые дела, то люди воспроизводят в изобилии благодарность Господу. у многих из нас уже давно готов ответ на то, что мы с вами небогаты, что мы никак не подходим под эту категорию, о которой мы читаем. Но экономисты, я читал недавно про это, говорят о том, что средний американец и даже нищий американец в 30 раз живет лучше, чем любой средний или нищий в Европе. Недавно звонил на Украину и хотел узнать курс доллара там. И мне сказали, что средняя оплата там 3000 гривеней. Не знаю, правильно произнес именно звание этих денег или нет. У нас это составляет всего лишь 120 долларов. Это нищенская зарплата одного рабочего дня. Даже не среднего американца. нищенская зарплата умножьте на 30 дней. И вот то, что мы с вами живем в 30 раз лучше, чем любой в Европе. И это касается также и пенсионеров. Многие из пенсионеров живут в домах, которые оплачиваемы государством. У нас есть продукты, у нас есть бесплатное электричество, у нас есть транспорт, который приведет нас, привезет в церковь и отвезет домой. У нас есть дейкер, где мы кушаем, общаемся. Скажите, за какие такие заслуги мы, русские, которые ничего доброго за всю свою жизнь в Советском Союзе не сделали для Америки, почему мы пользуемся этими благами? Американцы сегодня живут хуже нас, когда я смотрю на некоторых наших русских, которые за 20-30 лет устроились в Америке так, что американец за 100 лет не наберется столько ума, чтобы иметь дома, машины и многое другое, о чем мне нужно сейчас говорить. Я хочу просто употребить то, что мы с вами першествуем блистательно. Достаточно ли у нас с вами в сердце любви, сострадания к тем людям, которые вокруг нас нуждаются? Много ли славы от того, что сегодня у меня есть абсолютно все, что нужно для жизни? Если вот изобилие той благодарности от меня, от моих детей, от моей семьи, всем тем, чем Господь благословил каждого из нас, вокруг нас много нужд, только мы почему-то их не видим, так же, как не видел и тот богач. И есть еще одна категория людей, которые впереди нас с вами войдут в небо, и это вдовы. Писание по-особому их выделяет, но мы часто тоже этого не видим и не принимаем. Вместо Лазаря Христос мог бы поместить там вдову и двое или трое детей, нам нужно понять, что Христос хочет сегодня от меня и от тебя, чтобы мы именно по-новому посмотрели на все благодеяния, которые мы сегодня имеем, находясь здесь. Если бы каждый сегодня представил себя обратно в своей стране, где-то в какой-то деревне, где мы с вами жили, в каком-то районе и со всеми теми проблемами здоровья, которые у нас есть, если мы забыли это, то можно просто позвонить кому-то и вспомнить. Вот апостол Павел говорит о том, что каждый заботится не о себе, но каждый и о других. Павел, ты хочешь сказать, что я заботился про семью? Павел говорит, нет, если ты не заботишься о домашних, о своих, ты хуже неверного. Павел говорит, я говорю во множественном числе о других. Павел говорит о том, чтобы твое благополучие покрыло нищету твоего ближнего, который сегодня нуждается в этом. Так ли это происходит в моей жизни? О ком, о другом, я или ты, думаем? Мы каждый, думая о себе и о своих проблемах. Сегодня именно время, то, которое, я не хочу говорить о коронавирусе, я говорю о том, когда мы могли бы друг другу в действительности оказывать какую-то поддержку, хотя бы тем, чтобы молиться более усиленно друг за друга, за каждого и позвонить. Вот у нас осталось вот это вот общение по телефону. Давайте будем его соблюдать, давайте будем интересоваться. Мы не можем сегодня ходить, потому что нам непозволительно, но давайте будем интересоваться нашими пожилыми, теми, кто находится в таких обстоятельствах, когда не может сесть и куда-то поехать. И вот говоря об этом, о чем говорит апостол Павел, у нас с вами есть такое милое изречение, которое, когда мы слышим, мы так улыбаемся красиво. Есть у нас такая поговорка, что чем я брату отдолжу, лучше в гараж положу или вообще на джанку даром отнесу. Улыбаемся. Я тоже улыбался. Как-то однажды Христос говорит о пророке Илье и сказал, что его кормили вороны. На протяжении долгого времени Христос посылал воронов, в каком холодильнике там они брали мясо, не знаю, приносили, и он ел. Вдруг Господь ему говорит, все, теперь собирайся, пойдешь в Сарепту Сидонскую, там есть вдова, которая будет тебя кормить. Илья делает многодневный, многомильный марш-просок и пришел в эту Сарепту Сидонскую и встречает вот эту вдову и дух ему внутри говорит, вот это та вдова, которая тебя будет кормить. И он обращается к ней и говорит, я много дней прошел, я очень голодный и прошу тебя, сделай мне лепешку, чтобы я поел. И она говорит ему, жив Господь твой, вот у меня там немного муки и немного масла. Я сейчас сделаю эту лепешку со своим сыном, мы сидим и умрем. И я, наверное, думаю, Илья, пора обратиться к Богу и спросить, Господи, видно, что-то случилось, что-то, совсем плохие дела наши. Если ты меня послал сюда, к этой вдове, я проделал такой путь, обратно я уже никак не дойду. А она говорит, что она помирать будет. А в действительности было не так. Она послушала, Илью поверила Богу, и мука в катке не кончалась, и масло не истощилось, пока не наступил другой урожай. Вот эта вдова, она не из Израиля, она не вдова какого-то священника, которого нужно было бы почтить и вот сделать, чтобы у нее это было. Это вообще языческая вдова. И я много лет не понимал, почему она должна была выглянуть в Новом Завете, и причем, как пример, от Иисуса Христа. И здесь это место показывает о том, что где бы вдова ни находилась, в каком бы народе бы она ни была, это душа, которая очень дорога для Господа. Это душа, которая должна быть дорогой и мне, и каждому из вас. Когда мы слышим о каких-то проблемах вот таких, мы должны отзываться на это. В нашем штате тысячи христианских семей, то ли это вера евангельская, то ли это наша, мы научим, учим своих детей, внуков вере, учим их делам милосердия, учим Слову Божьему, молиться. Наши семьи имеют жён, наши семьи имеют мужей, детей, наши семьи имеют бабушек и дедушек, братьев и сестёр, и мало кто из наших семей сегодня здесь вдовы. Я не говорю о тех, которые вдовы, потому что кто-то у них в семье умер по старости. Знают ли наши дети, что такое, когда нет отца в доме, когда у них недостаток в хлебе, в ласке, недостаток в молитве, в поддержке, в наставлении. Знают ли наши жёны, что такое быть одной, бороться с материальными проблемами, билами, работа, насмешки, трудности в воспитании детей, усталость физическая и депрессия. Почему же Богу за то, что мы с вами не знаем всех вот этих бед, не возносится хвала? Я имел отца и мать, в семье нас было трое, и хотя я родился в 50-м году, всего 5 лет после войны, было терпимо, когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше, хлеба, но всё было нормально. Но много ли я воздавал тогда хвалу за то, что многие в то время не имели мужей, жёны не имели мужей, потому что они погибли на войне, не имели дети отцов? Много ли благодарности я воздавал тогда? То хотя сейчас, вот я прожив столько лет, я вспоминаю и я благодарю Бога за то, что у меня всё это было. и пусть и запоздалая, но пусть несётся Богу благодарность из ваших сердец, у кого всё это было и было в изобилии ласки, любви и поддержки материнской и отцовской. Мы много в Писании говорим о том, что для того, много говорим о том, что Писание говорит о том, что для того, чтобы быть в Царстве Небесном, нужно быть духовным и нужно быть много духовного. Но я должен вам сказать, что, исследуя Писание, мы видим о том, что наше материальное также участвует, особо участвует в том, что мы туда попадём или нет. Вот Христос на вопрос богатого юноши, что мне делать, как мне наследовать Царство Небесное? Он говорит ему, пойди и раздай всё нищим и следуй за мной и будешь в Царстве Небесном. В другом месте Христос говорит, что тот, кто подаст чашу холодной воды во имя Мое, не останется без награды. Вы знаете, когда мы в Царство Небесное придём и увидим, какие огромные ценности даёт Господь тому, который подал чашу холодной воды, мы бы хотели превратить всё, что у нас сегодня есть в реки, в озёра воды для того, чтобы их раздать, но будет очень поздно. Христос показывает богача и нам понятно, что он обманулся, как мы выражаемся, пролетел. Но это не на какой-то обманулся, можно там, купил машину и в ней были какие-то неисправности, что-то было скрыто, что-то там другое что-то. Это то, что уже никогда нельзя изменить. Авраам сказал, не переходят от нас к вам и от вас к нам. При жизни вот этот богач видел себя превыше всего. Бог гордым противится, а нищего, презрённого Лазаря возвышает. Богач видел Лазаря, знал о нём, но никогда ничего не сделал для него. А если бы он хотя бы подал чашу холодной воды, не остался без награды. Немилосердие к Лазарю привело немилосердие Божьему к этому богачу. Что посеет человек, то и пожнёт, говорит Слово Божие. Как иногда быстро всё вокруг меняется. Шесть месяцев назад этот зал был полный. Мы друг друга целовали, обнимали, здоровались, всё. Сегодня всё поменялось. Сегодня нам не хватает масок, сегодня не хватает тех насосов, которые должны были бы подавать нам кислород. И это время, и это скоро закончится. Сегодня не хватает мест и времени для того, чтобы хоронить мертвецов, их хоронят в братских могилах. И говорят, это временно, конечно, временно, скоро воскресенье мёртвых. Сегодня мы лохматые как никогда, потому что негде посречься. Иисус говорит о узком и широком пути. И в итоге каждый путь оканчивается. Каким путём идёшь ты, каким путём иду я? И где окончится вот эта реальность? Для многих тех, кто на широком пути сегодня, реальность окажется вратами ада. И это окажется очень неприятным сюрпризом. Апостол Яков говорит в 27-м стихе первой главы «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы наблюдать, помогать сиротам и вдовам в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира». Посмотрите, здесь Писание ставит на второе место твою неосквернённость, а на первое место твоё отношение к сиротам и вдовам. Трудно даже себе представить, сколько времени обращает Господь Бог на вдову в Писании. Сколько Он тогда уделял времени. Мы помним о том, когда Христос прослезился, сжалился над наинской вдовой, которой была вдова и теперь должна была последнее, что у неё было в жизни, сына отнести на кладбище. Неблагословение для нас, что мы с вами находимся в хорошей, благословенной Бога им стране, которой нужны наши молитвы. Нужны молитвы о пробуждении. Говорят, сегодня в Америке стал недостаток Библии, которых никогда она не знала. И это говорит о том, что люди начинают пробуждаться, просыпаться. Пусть же мы займёмся тем, чтобы и мы сами, и наши дети, и внуки научились бы благодарить Господа за то, чем мы с вами пользуемся. В это даже можно сказать такое не очень хорошее время, но всё-таки мы пиршествуем пристательно. Висая Господь обращается и говорит о том, что князья в Израиле законопреступники и говорит, почему. Они возлюбили подарки, ищут мзду, не защищают сирот и дело вдовы не доходит до них. Не доходит до них по двум причинам, потому что они не видят проблему вдову, как и многие из нас, и не хотят, чтобы это дело доходило и попало к ним на стол. Я недавно услышал от Алексея Ивановича про одну вдову на Украине. Мне случалось как-то и раньше с ним говорить может быть где-то раз в пять лет и что-то уделял там. Но то, что я услышал в этот раз меня просто шокировало. Оно меня изменило. Он сказал про вдову, у которой 13 детей. Ей даже нет 40 лет. Старше ему 17, младшей девочке полгода. У нее дети первые там 4 или 5 идут прямо один за другим в каждый год по одному ребенку. Я бы не поверил в это, если бы у меня с женой не было точно такое. У меня Саша родился в сентябре 17 92 года, а Давид у меня родился через 10 месяцев в июле 92 года. И это называется «Ирландские близнецы». Скажите, почему Господь это допустил? Она покаялась, когда она была в девятом классе. Село маленькое, это в Хаменистской области. Там церковь состояла всего лишь из 14 человек. И вот эта семья, когда был и отец и дети, еще 15 добавлялось к этому их было 30. Этот человек трагически погиб буквально сейчас зимой. Он разгружал машину дров. Ну и вы знаете эти советские или как там их российские грузовики. Ты состоишь сбоку, открываешь борт, борт открылся, бревна свалились и он поскользнулся и попал под эти бревна. Я разговаривал с ней, она говорит, я понимаю, что я свидетельство для этого мира. Ну конечно, свидетельство. Она покаялась в девятом классе, приняла крещение в десятом классе. Понятно, что тут же вышла замуж, пошли дети. И вот ее неверующие с каждым подруги, которые видят, которые все это происходит в этом маленьком селе, что они думают про нее, которые живут для себя, которые пьянствуют, гуляют, делают все, что хотят, что они думают про нее и что они думают про Бога и что они думают про меня и про тебя. Я понимаю, что вот такие вот случаи, когда Господь допускает, Он допускает для того, чтобы церковь приблизилась, для того, чтобы мы, для того, чтобы попасть в Царство Небесное, должны что-то делать, проявить вот это милосердие, любовь Иисуса Христа к таким людям. И заканчивая, потому что закончить все не смогу, хотелось бы пожелать каждому из нас, чтобы мы прониклись каким-то сочувствием. Матери, бабушки, те, которые тоже имели большие семьи, по 10 детей, по 12 детей, научите нас, как нам относиться вот к таким ситуациям, когда вот такое случилось с нашей сестрой. Мы с вами идем в Царство Небесное. У нас двое, четверо детей в семье. Получается, ну, двое детей на папу, двое детей на маму, а на эту женщину 13 детей. И как я вам объяснил, начиная от шести месяцев и до семнадцати лет. Старший сын окончил школу золотой медалью, и ему государство уже выделило, чтобы он мог учиться бесплатно в университете, но он должен остаться, чтобы помогать матери поднимать детей. Пусть Господь благословит каждого из вас, те, которые слушают, те, которые знают эту историю. Алексей Иванович, я думаю, что вам скажет намного больше, намного лучше, поможет, чтобы сердце мое было исполнено тех же чувств, что и во Христе Иисусе, сострадания, любви и милосердия, тех чувств, которые не имел тот богач. Чтобы каждый из нас так был воспитан, наставлен, так научил бы и своих детей и внуков, чтобы мир, который, эта сестра верит, что она является свидетелем, увидел, что такое христиане, чтобы видели, что никто не остается в Божьей семье без поддержки, без сил, без благословения. Благослови каждого из вас, Господь. Аминь. Будем молиться. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и любовь.